Ну давай, одевайся. Пошел одеваться Адрюс Тонис. На самом деле классик литовского документального кино. Он автор и он такой как бы пропагандист поэтического кинематографа, поэтического взгляда на реальность. Ну может быть даже он эту брутальную нашу жизнь некоторым образом транспорирует в художественные образы, которые дают очень оптимистичный взгляд на будущее. Ну на сегодняшнее и на будущее. А сейчас мы с ним поговорим о той реальности, в которую мы окунулись. Ты уже оделся? Да. Пошли. Это все происходит на Ордокрест Рига. Он приехал буквально на один день, чтобы вместе с нами поговорить, что нам делать завтра. Вот до сегодняшнего дня, ну условно до сегодняшнего дня, до начала войны, мы жили в одной парадигме, в одними ощущениями, одними планами. Сейчас как бы что-то должно меняться. И в этом смысле, по-моему, мир проснулся. Не то чтобы вот вообще, но так просыпается. И уходят все бизнеса из России, блокируют, не посылают туда голливудские картины, больше их нет в российских кинотеатрах, не пользуемся картами виза, прекращена. Кстати, и гуманитарная помощь. То есть гуманитарные проекты также закрыты, коль скоро не летают самолеты в Россию и из России. Например, нельзя в Россию доставить там костный мозг, и просто умирают дети. Но это как бы, это факты такие вот с сегодняшнего дня. И здесь возникает вопрос. Украинские наши коллеги, ну и я, собственно, сам родился в Украине, поэтому... Вот они считают, что мир должен бойкотировать все тотально российское кино. Что ты думаешь? Сегодня, да. Сегодня я думаю, что мир должен бойкотировать все тотально кино. То кино, которое не по национальности, это то кино, которое участвует в индустрии. Потому что кино приносит деньги. Деньги используют этой страной, используются для покупки оружия, которым стреляют украинских людей. Что на этот день, сегодня, да, прекратить все. И это не по национальности. Ты русский, значит, ты не можешь делать кино. Но если ты делаешь это в Германии, если делаешь, не знаю, в Литве, в Латвии, это не должно быть никаким препятствием. Но ни один цент, ни один евро не должен попасть в бюджет этой страны, потому что эта страна преступник. И для меня это очевидно совсем. Поэтому я буду все делать, чтобы не было в России ни в Евримаже, ни в Creative Europe, никаких фондах. Потому что прямо или косвенно этим мы поддержим войну. Фильм, который снимается в течение пяти лет в России, который не имеет ни копейки государственного финансирования, который снимается не благодаря, а вопреки вообще существующего режима, и который рассказывает о преступлениях этого режима, о сконспирированном проекте этого режима вместе с КГБ, который называется «Новое величие». Что такое «Новое величие»? Это агентура КГБ внедрилась в компанию молодых людей, их спровоцировала на некие, не действия даже, а на некие мысли о гипотетических действиях, и на этом основании их же стало судить, чтобы организовать показательный процесс о том, что действует молодежная террористическая организация. Вот об этом российские два гражданина Российской Федерации, имеющие российские паспорта, рискуя многим, снимали картину. Эту картину поддержали международные институции, которые буквально три дня назад все прислали сообщение, что мы останавливаем работу над этой картиной. Это не какой-то абстрактный кейс, это конкретная ситуация. Ты можешь ее как-то прокомментировать? Все деньги, которые поступают в бюджет России, на эти деньги покупаются оружие. Это трагедия, но это так. Я знаю, что люди должны жить. Ну, камон, ну адрес, ну ну как? Да, да, они кушают, они должны жить в этой стране, но нужно смотреть правде в глаза. Это все, что все работает на эту страну. Но вернемся в кино. Если это не идет, если это российский режиссер, и он делает кино против этого режима, то я бы сравнил, если русский человек хочет сражаться на стороне украинцев, ну разве ему не дадут оружие, потому что он русский? Мне главное, что, чтобы, для меня это самое важное, что отключить, ну как лечат рак, его как бы отключают от питания, пытаются, и он тогда сужается и умирает. Вот нужно это делать. Ты знаешь, ведь с этой инициативой о бойкоте русского кино выступила Украинская киноакадемия. Да. В отличие от тебя, я член Украинской киноакадемии. Да. Как впрочем, я член и Российской киноакадемии, и Американской киноакадемии. И я как член Украинской киноакадемии задал вопрос. Я прям не просто задал, я мог бы позвонить, поднять трубку, позвонить людям, которых я знаю, которые руководят академией, но я решил написать, ну так сказать, письмо. Простое, в котором я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, Алексей Навальный, который снял документальный фильм «Дворец Путина», который, ну как бы, опосредованно и за этот фильм тоже сейчас сидит в тюрьме. Он российский гражданин. Это российский фильм. Вы этот фильм считаете российским? Какие фильмы вы считаете российскими? И там возникла дискуссия. И я тебе должен сказать, что где-то 60% участников этой дискуссии, 10% послали меня туда же, где корабль должен российский плыть, на украинском языке. Я им на украинском языке ответил «дякую дужи», мне дужи приемно. Еще мы с вами, так сказать, но это была такая, впервые я получил агрессию из Украины за, как мне кажется, вполне имеющий право на существование вопроса. 50% сказали, что нет, все-таки когда война, никакой, вообще ничего русское не должно быть. И, соответственно, оставшиеся 40% сказали, что нет, мы считаем, что русское кино – это кино, которое поддержано официально государством, и авторы этих фильмов поддерживают официально государство. Но эта позиция оказалась как бы в меньшинстве, и я ее, кстати, полностью разделяю. Я не знаю, насколько это в курсе, но в первый же день войны, накануне фестиваля, мы приняли решение, внесли в регламент Ардокфеста новую позицию, что мы больше не принимаем в конкурсную программу, и вообще никаким образом не показываем фильмы, которые финансируются государственными структурами и окологосударственными, аффилированными с государственными структурами. И более того, мы изъяли из показа сейчас в Латвии две картины, которые у нас были при поддержке Минкульта, при том, что, поверь мне, у нас нет фильмов, с которыми бы мы не были на одной волне. Это очень хорошее кино. Но мы, понимая все это, но это не самая сейчас, так скажем, популярная точка зрения. И к тебе я обращаюсь, как, может быть, к такому третейскому судье. То есть ты как бы все про этот Советский Союз знаешь, потому что в нем, как и я, родился. И про это кино, и про этих кинематографистов, и со многими мы многие годы дружим. Вот скажи еще раз. Я остаюсь при том же, что для меня важно, что военная машина не получала никакой подпитки. И тогда уже не важно, это пропутинское, антипутинское кино. Совсем не важно. Вот во время войны, мне кажется, главное, чтобы никак не подержать эту военную машину. И тогда я уже отбрасываю все эти размышления, что вот это, ну да, но она заработает, может быть, для российского бюджета тысячи евро или десять тысяч евро, но за то, какое воздействие сделает на миллионы умов, нет. Если она, эта картина зарабатывает хоть один евро, она не имеет права существовать в этом мире. Скажи, пожалуйста, вот в России, ну правда, мы с этим разговором чуть-чуть опоздали, потому что Путин нас опередил, но в России существовали какие-то такие медиа, ну, например, телеканал «Дождь», который целенаправленно уничтожался государством, но он существовал, потому что все-таки были какие-то, так сказать, ну, сознательные бизнесмены, которые там размещали рекламу, были сознательные зрители, которые монетизировали и донатили этот канал. И это канал, который реально был единственным окошком в другую жизнь, в некую... Вот, как бы, получается, что этот канал тоже не имеет права на существование. Да, потому что он создает иллюзию легитимности этой власти. Вот Путин говорит, вот вы, у нас нет демократии. Вот смотрите, люди говорят, что хотят, официально идет «Дождь», «Эхо Москвы». И он уже играл в эту иллюзию демократии. Лукашенко до какой-то поры позволял таким оппозиционным газетам выходить. Ну и чем это кончилось? Но сейчас он все, он уже не перекрывается никакой маской. Долгое время для него это было так вот... Нет, ну подожди, подожди, подожди. Это все как бы, знаешь, это такое... Некоторое прекрасно душие, которое ты сейчас ретранслируешь. А ведь реальность такова, что как-то людей, 140 миллионов, которые живут в России, как-то нужно вытаскивать из этого гипнотического состояния, иначе они пойдут, и они просто своими башмаками задавят Европу. Просто шапками закидают. Если их не выдернуть, не вылечить, не как бы не разбудить, хотя бы не разбудить. Ведь это же... Катастрофа только усилится, ее мощь усилится. Это же будут... Сейчас есть надежда, что если, так сказать, как бы вот эти отправленные войска, которых громит Украина, что следующие не пойдут. А для того, чтобы следующие не пошли, их мамы должны их не пустить. А чтобы мамы их не пустили, они должны получить какую-то информацию из реальности. А как же? А ты говоришь, нет, ничего, все, вот так. Ну, извини. А дождя кто смотрел? Смотрели ли это? Миллионы! Смотрели? Миллионы! У нас в жюри Дмитрий Муратов, новая газета, 24 миллиона, 23-24 миллиона, каждый номер просмотры. Они, да, они живут в России, они, так сказать, ну как, они... Вот как с этим быть? Россия будет искуплять свою вину кровью. И мне искренне жаль в России, потому что вот это облако зла, оно же свалится на их голову. И нет другого выхода из этого. И вот свою чашу горести, оно, 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 оно должно будет выпить. И мне даже трудно представить, как это будет. Но это будет очень, очень больно. И, и, очень... но подожди, но как же ее испить, эту чашу горести, если мы их просто оставим там всех как в консервной банке? Как испить эту чашу горести в Северной Корее? Вот такой я тебе задам вопрос. Где они просто не представляют о существовании тебя, меня, этого парка, этой летней эстрады, этого фонтана, этого мира, этой свободы. Они просто не представляют о том, что мы вообще существуем, потому что они вот ограничены в этом концлагере и все. И они всему миру угрожают своей единственной, единственной ядерной ракетой. Единственной. А у Путина их, я даже не знаю, так сказать. В этом не помогают ядерные ракеты. Я не думаю, что ему поможет и России помогут ядерные ракеты. Мне кажется, мы, вот то, что мы, вот вся наша история, то, что и эти ссылки, Сибирь, смерти, страшные мучения нашего народа, мне кажется, вот это была чаша, которой мы испилили за то, что мы, за наше участие в Голокаусте. И это искупление, это как-то звучит по старому этому завету, но все-таки кровавая это жертва, мы ее принесли, и мы как-то своей кровью искупили то, что мы сделали со своим еврейским населением. Вам помогал мир это осознать. А ты сейчас говоришь, что нужно заблокировать любое, любую коммуникацию с Россией, и кто же будет им помогать. Я же об этом, ты говоришь, дочь, значит, если он платит налоги, условно говоря, ведет бизнес, платит налоги, налоги идут на войну, значит, он тоже должен замолчать. И вопрос, где же тот врач, который, то есть, что, вот это должна эпидемия просто всех там выкосить, что ли? они должны превратиться в зомби, и, так сказать, вот здесь я хочу, наверное, я слишком много прожил в России, наверное, и я себя начинаю чувствовать каким-то адвокатом России, несмотря на то, что россияне, ну, не то, чтобы многие, но консервативная часть считает меня предателем, там, так сказать, русофобом, ну, и все это по списку. Ну, блин, ты понимаешь, как, ну, я не знаю, но я, это может быть тоже страшно, но я становлюсь и глухим, и слепым. Вот я, когда сейчас убили этого украинского актера, 33 лет, и тогда мне такие все, тогда мне кажется, я уже, мне совсем не важно, там, дождь, эхо Москвы, видят, а не не видят, не знаю, мне просто, это плохо, наверное, но у меня такая злость. А как, кстати, вот с этой злостью, которая у тебя есть, правильной, сразу, чтобы, не дай бог, ты иначе не подумал, как можно оставаться поэтом? Ну, поэзия умерла, нету сейчас поэзии, сейчас не время для поэзии. никак эти рифмы не получаются. Какая поэзия. А тогда, а тогда скажи, пожалуйста, вот, где у нас тут вот, нужно убрать арт, вот отсюда. Наверное, да, да, какой арт. Нет, но, мне кажется, вот, об этом тоже мы как-то не говорили, но, мне кажется, то, что, вот, убийца, он, он не только убивает, но, но он нас делает убийцами. вот, как этому противиться. И я не хочу, чтобы Литва стала такой маленькой Россией, знаешь, в которой ни одно мнение, нельзя, ненависть, ну, а с чем мы тогда будем отличаться от этого, от этого диктатора, если мы этому подадимся. Вот это, это меня, это пугает. На этом все. Да.